Карен Одден. «Под скорбной луной». Читает Александр Гаврилин. Как всегда, посвящается Джорджу, Джулии и Кайлу, а также добрым учителям и вдохновителям, встречающимся на нашем пути. Мы словно облака, полночную сокрывшие луну. Летят они бездумно и трепещут, и мерцают, свечением призрачным рассеивая тьмы ночной волну, но вновь густеет мрак, и света проблеск исчезает. Перси Биш и Шелли. «Непостоянство». 1816. Юность — грубая ошибка. Зрелость — борьба. Старость — сожаление. Бенджамин Дизраэли Коннингсби. 1844. Глава первая. Лондон. Сентябрь 1878 года. Груз прошлых лет мы несем с собой всю жизнь. Иногда это опыт яркий и заслуживающий уважения, словно лежащая в кармане новенькая монета. Порой же его хочется с себя стряхнуть, как приставшую к одежде ворсинку. Многие из моих воспоминаний вызывают лишь сожаление и стыд, и время от времени я задумываюсь, как нам удается благополучно жить, несмотря на багаж нелепых и неблаговидных поступков, которых из жизни не вычеркнуть. Я совершил немало ошибок с тех пор, как впервые попал в Ламбетт и надел форму столичного полицейского. Уж 12 лет минуло. Расследование убийств и розыск пропавших людей — не для тех, кто опасается раз за разом ступать на ложный след, прежде чем найти искомое. Подобные промахи возникают в результате неверных гипотез, которые, в свою очередь, основываются на недостаточном знании. Эти оплошности могут обеспечить вам несколько бессонных ночей, и всё же они поправимы. Есть ошибки и другого рода, ошибки непростительные, которые наносят вред близким людям. И уж совсем плохо, когда осознаёшь свои просчёты много лет спустя. Частенько в подобных случаях уже ничего не поправить, время потеряно безвозвратно. Тяжело найти себе оправдание, когда задним числом понимаешь, следовало сто раз подумать, к каким последствиям приведут твои поступки. Урок этот не усвоишь заранее, лишь оступившись, впоследствии представляешь цену своего промаха. Порой, встречаясь по вечерам с Белиндой, я слушаю, как она зачитывает вслух отрывки из книги, что занимает её мысли. Как-то раз она пересказывала мне греческий миф о человеке, потерявшем жену из-за укуса ядовитой змеи. Музыка послужила ему пропуском в подземный мир, и там герой мифа убедил Аида отпустить любимую. Правда, бог царства мёртвых выдвинул одно условие. Ни сам мужчина, ни его жена не должны оглядываться, покидая загробный мир. Что же сделал глупец? Обернулся, дабы удостовериться, что супруга не отстала. Не совладал с собой бедняга. Врата ада открылись, и женщина пропала навсегда. С другой стороны, как не утратить самообладание, если не помнишь себя от ужаса? Мне было девятнадцать, когда, лишившись от страха рассудка, я бежал из Уайт-Чеппелла, имея при себе лишь сумку с одёжкой да горсть монет, что втиснула мне в руку Ма Дойл. Улепётывал без оглядки. Вот только, в отличие от того человека из мифа, оглянуться как раз следовало. Поступи я тогда как человек разумный, через тринадцать лет передо мной не разверся бы ад. Первого сентября я проснулся с восходом бледного осеннего солнца. В душе царило ощущение внутреннего благополучия. Такое случалось нечасто. Пришлось приложить усилия, чтобы вспомнить, отчего мне так хорошо. Валяясь в постели, я прислушивался к умиротворённой воскресной тишине своего маленького дома. За окном поскрипывали по булыжной мостовой колёса-тележке уличного торговца, били колокола, расположенные неподалёку церкви святого Варнавы. Службы я более не посещал, однако веру в Бога не утратил, в Бога разумного и беспристрастного. Хотя порой справедливое начало нашего мира меняло знак. Подобно тому, как плохо закреплённый на кнехте лодочный канат вдруг разматывается, и лодка плывёт в непредсказуемом направлении. Уставившись в потолок, я с чувством глубокого удовлетворения собрался с мыслями. Уже три месяца мне приходилось исполнять обязанности суперинтенданта речной полиции. На днях мы раскрыли дело контрабандистов, совавших взятки работникам таможни. Те в ответ занижали вес груза, соответственно уменьшая сумму налога. Целый месяц я трудился без продыха, а теперь испытывал заслуженное облегчение. С моей шеи словно свалилось тяжёлое ярмо. Так бывало всегда после окончания важного расследования. Вчера в газетах даже отозвались о наших действиях вполне положительно. Господь не даст соврать. Благожелательность публики нам требовалась как воздух. При воспоминаниях о прошлогоднем судебном процессе о взятках в полиции я до сих пор поёживался. Как дружно проклинали тогда нас детективов за мошенничество. Заголовки газет кричали, как очистился бы Лондон, окажись вся наша шайка на дне реки. А потом мы распутали случаи с апрельскими убийствами на Темзе, да ещё призвали к ответу контрабандистов, и отношение к полиции потихоньку стало налаживаться. Разумеется, репортажи о наших успехах содержали множество неточностей. Конечно, никто не вспоминал об утомительном следствии, ложных уликах и бесчисленных часах, проведённых на улице. Так что особой достоверностью газеты не грешили. Тем не менее, полиция представала в выгодном свете. Открылась дверь соседней спальни, которую занимал Гарри. Его быстрые ноги застучали по лестнице, и я выбрался из кровати. Камин в моей комнате давно прогорел, было холодно и сыро. Давали о себе знать отголоски дождливого августа. «Стоя у окна в ночной рубахе, я поглядывал на двухэтажные кирпичные домики через дорогу, стоявшие стена к стене, как и на моей стороне улицы. Золотистый солнечный свет, напоминающий цветом корочку хорошо пропечённого хлеба, отражался от окон верхних этажей, и я прищурился. Чёрт! Приятно сознавать, что на сегодня планов нет. Ну, разве что забежать на чашечку чая к Дойлам. Совсем закрутился с расследованием и своими новыми обязанностями на Уоппинг-стрит. Уже месяц не видел ни Ма, ни Элси с Колином. Соскучился. Внизу засвистел вскипевший чайник. Гарри готовит себе чай, мне кофе. Наверное, я придерживался привычек прошлого столетия, ибо слабеньких напитков по утрам пить не умел. Научил Гарри заваривать кофе как следует, тем более, что он сам сказал, сделает всё, чтобы я на него не ворчал. Гарри Лиш, племянник Ма Дойл, переехал ко мне в Сохо полгода назад после смерти отца. Мать его умерла ещё раньше. Некоторое время он кантовался у Дойлов, а потом Ма пришла к выводу, что Уайтчепелл – не его место. Слишком хорошо образован, да и речь его скорее уместна в Мэйфере, нежели в Мерсисайде. Мальчишке едва исполнилось шестнадцать, а он уже был серьёзно настроен изучать медицину, так что я подыскал ему место в госпитале Святой Анны у моего приятеля, Джеймса Эверетта, отличного врача, хирурга, который заведовал отделением мозговых травм и умственных расстройств. Завтра Гарри собирался уехать на пару недель на стажировку в Эдинбургский госпиталь. Такую возможность предложил ему Джеймс, который нашёл в мальчике прилежного и внимательного ученика. Я натянул рубашку и брюки со специальным карманом для короткой дубинки. Память о днях, когда носил форму полисмена. По воскресеньям у меня был выходной, однако Дойлы жили в самом центре Уайтчепела, а там ушки надо держать на макушке. Я, плеснув горсть воды в лицо и, пробежавшись расчёской по волосам, я прихватил дубинку и спустился на первый этаж. «Доброе утро, Микки!» — приветствовал меня Гарри. «Доброе?» — я принял из его рук чашку. На столе лежала записная книжка, которую Гарри всегда брал с собой в госпиталь. «Сходишь со мной к Дойлам?» «Я бы с удовольствием...» — виновато моргнул мальчик. «Но у нас сегодня намечается особая операция». «В воскресенье?» — он кивнул, и его кори и глаза загорелись. «Доктор Эверетт будет делать трепанацию черепа женщине с кровоизлиянием в мозг». Вкус кофе вдруг показался мне кисловатым. «Впрочем, не стоит остужать научный пыл молодого медика. Полагаю, ты будешь только наблюдать?» «Да, со специального балкончика». С сожалением кивнул Гарри и тут же просиял. «Ассистировать будет Ричард!» «Ричард — студент второго курса университетского колледжа. Уже служил в госпитале. Гарри он взял под свою опеку». «Как же это случилось?» — поинтересовался я. «Как кровь оказалась в голове». «Наша больная упала с лестницы. Если не сделать операцию, то кровяные сгустки начнут давить на внутренние участки мозга». Он приложил палец к виску. «У пациентки уже проявились вторичные симптомы. Судороги, спутанность сознания и так далее». «Ого! А во сколько операция?» Запрокинув голову, Гарри допил свой чай. «В десять утра. Но я хочу прийти пораньше, к анестезии». «Ну да, разумеется». «Наверняка зрелище увлекательное». Скрывая улыбку, я спрятал лицо за чашкой. «А потом вряд ли тётя Мэри ждёт меня в гости», — пробормотал мальчик, потянувшись за пальто. «Я ведь был у них во вторник, застал тётю и Элси», — добавил он, продевая руку в рукав. «Колина не было. Впрочем, как всегда». «Наверное, мне следовало насторожиться при изменении его тона, в котором сквозили боль, напряжение и подавленность. Почему я не заподозрил неладного?» Увы, момент для далеко идущих выводов был совершенно неподходящим. Гарри уже побежал вверх по лестнице, бросив на ходу... «Подожди меня, я быстро!» Я же во время разговора шарил по столу, разыскивая под газетами свой блокнот. Чёрт, куда он запропастился? И сигнал тревоги остался незамеченным. Допив остатки кофе, я удовлетворённо кивнул. Осадка на донышке не было. Педантичный мальчишка наверняка добьётся успеха в профессии, требующей особой точности. Блокнот, наконец, нашёлся, и я натянул пальто. Ботинки Гарри застучали по лестнице. Я махнул ему от входной двери и отпер замок. Мы вместе дошли до угла, где и распрощались. Я постоял, провожая взглядом его худощавую мальчишескую фигуру. Торопится. Даже шапку не надел. Понятно, не хочет пропустить самого интересного. Улыбаясь, я развернулся. Мальчик мне нравился, и мы, наконец, научились понимать друг друга. Белинда говорила, что у нас немного общего. Оба сироты, оба умны. Однако есть и не слишком приятные черты. Ни один из нас терпеть не может быть кому-то обязанным. Так что походили мы друг на друга куда больше, чем я готов был признать. В глубине души я соглашался с Белл. Хотя различия у нас с Гарри тоже имелись. Порой в голову приходили печальные мысли. Кем бы я стал, будь у меня такое же образование? Чего добился бы под присмотром таких специалистов, как Джеймс? Нет. Родная мать тоже учила меня грамоте. А после того, как она пропала, я освоил и арифметику, помогая в лавочке Ма Дойл. Но... Я вспоминал, как Гарри порой ронял фразочки то на французском, то на латыни. Или рассказывал что-то любопытное из истории. Точно так же вели себя и Джеймс, и мой бывший напарник Стайлс. И вовсе не потому, что кичились своей ученостью. Просто всплывало, вот и всё. А я всё больше убеждался. Человека из нас делает прошлое. И через голову прыгнуть невозможно. С другой стороны, я сделал карьеру в полиции. Сделал себя сам и тем гордился.